всем привет с вами света и сегодня мы наконец-то добрались до областного пресс-витера степана васильевича бокача степан васильевич меня последнее время очень беспокоит вопрос в чем же истинная красота и поэтому задаю вам вопрос какого человека лично вы считаете красивым но я хочу сказать что на земле некрасивых людей нет как цветы очень разные но есть цветы которые мне не очень нравится а есть которые очень нравится и я думаю точно так и для человека каждому человеку какие-то цветы очень нравится какие-то просто он на них смотрят на цветы просто не радует человека для меня самый красивый человек это моя любимая жена я это не скрываю мне она нравится среди всех красивых девочек я увидел ее она мне понравилась она мне понравилась спокойствием своим манерой поведения церкви у нас их рассказывала мне очень понравилось да даже наша рассказала такой стихи и теперь напоминаю хочется ли в небо очень хочется я говорю слушай я понял что тебя надо схватить быстро а тут у неба вознесешь поэтому вот я рад что бог мне ее подарил да для меня она самая красивая и красота она и внешняя и внутренняя должна сочитываться в каждом человеке и тогда вот этот человек самый красивый когда и внутренняя и внешняя красота у человека есть а какой ваша главная жизненная кредо или возможно какой-то принцип которым вы могли бы поделиться с теми кто нас смотрит ну моё кредо такое поступал пишет доколе есть время будем делать добро всем я стараюсь пока мне бог дает время делать добро всем людям и для сеть семья то конечно первую очередь я стараюсь чтобы семья не была ущемлена иногда получается так что где-то в служении занят сильно то не всегда могу успеть то что мне хочется для семьи но я всегда прекрасно понимал жена дети это главные я должен заботиться о них потому что так как постел павел пишет что кто не заботится о своих домашних тот хуже неверного я прекрасно понимаю эти слова помимо семьи еще большая христианская семья под вашей опекой целая днепропетровская область как вам удается с этим справляться наверное думаю без веры владимировна это никак не получилось конечно однозначно у меня очень хороший тыл я всегда говорю всем я благодарен богу за то что когда я еду на служение я спокоен что дети с мамой и она будет за них о них заботиться я всегда это очень ценил потому что когда принял служение в области дети у нас были маленькие я где-то по-человечески переживал с другой стороны я был спокоен что они с мамой переживал за что чтобы они не ушли от бога потому что понимал что я с ними не могу столько времени проводить сколько надо но благодаря тому что она постоянно с детками детки наши с господом и мы радуемся мы не гордимся этим мы в смирении это принимаем и благодарим бога вот в этом году наша младшая дочь заключила завет с господом для нас это радость для нас это благословение я просто где-то слезы у меня радости за то что бог благословил нашу семью я говорю это больше ее заслуга я благодарен богу за то что я уезжая был всегда спокоен что дома будет порядок спасибо вера владимир может пару слов что-то скажите что для вас степан василич самый красивый ну конечно что красота это не может быть чисто внешне потому что всегда ну первое восприятие конечно мы внешне воспринимаем как бы как степан василича пел красиво выглядел хорошо вот но когда мы уже вот общаемся с человеком и уже понимаем что насколько он там стает красивее когда у него есть и внутреннее но сочетание с внешностью когда он гармоничный когда он ну как тот воспринимает ну для меня вот это ценно когда люди не говорят плохо ни о ком вот для меня этот человек когда он ну позитивно не несет негатив вот мне кажется у него внутренние эти качества хотя он наверняка сталкивался со всякими людьми как и мы все но вот этот негатив он пропускает и вот когда общаешься то от нему исходит вот понимание всех людей восприятия всех людей ну степан василич так это у меня вообще эталон добра что у вас есть какой-то семейный девиз или главное семейная кредо ну быть в единстве и ну как бы с детства я у детей учила чтобы они радовались успеху другого и даже когда вот какие-то покупки там ну одному там делаешь там когда второй там косо смотрел я говорю ты должен радоваться это твоя сестра это твой брат вот и говорю по жизни вы должны всегда ну друг за другом наблюдать и поддерживать когда у кого какие трудные моменты и ну вот сейчас мы наблюдаем но просто радуемся насколько они рады встретить друг друга увидеть чтобы приехать и вместе провести время и я даже наблюдаешь у нее многие секреты даже друг другу доверять может они нам даже стесняются о чем-то говорить а потом так между собой гритал мне рассказывал там то это то это думаю они что-то обсуждают между собой даже друг за друга молятся совета друг у друга спрашивают ну как бы они же молодые мы же может поколение прошлое ну а вообще-то наши кредо то что у иисуса на вина было я и домой будем служить богу я всегда и молился богу я говорил господи если сотни людей обращаются к богу через проповедь иван или где проповедую то я не мыслю для себя вечности без без детей мы наших я хотел чтобы и дети были с господом ну что друзья хотелось бы пожелать во первых чтобы быть нам каждому самим примером в семье хочу сказать что мы в церкви где-то все почти все одинаковые ну одеваем на себя такую хорошую маску до благоговения спокойствие некоторые бывают исключительные и в церкви не могут выдержать да но дома мы всегда реальны откровенные такие как мы есть то я всегда желаю чтобы быть дома таким как ты в церкви ходить перед господом благовение действительно чтобы доверять богу потому что дети видят мы доверяем бог или нет дети видят мое отношение к мое отношение мое отношение к ним дети чувствуют когда мы можем их несправедливо наказать и дети не обидятся если мы их справедливо накажем ему просто потом вспомнить и посмеяться да а дети чувствуют когда мы несправедливо где-то или говорим или к нему относимся поэтому очень важно чтобы мы были открыты везде на всяком месте вот почему бог обращается к авраам он говорит я бог всемогущий ходи предо мной и будь непорочен поэтому хочется пожелать всем чтобы были открыты дома добры любили своих жен мужья любили детей до любили господа любили слово божие и любили церкву